Вновь приветствую вас дорогие друзья, продолжаем играть в древние свитки 4 обливион, проходим мы модификацию сказка о потерянном счастье. Сейчас я планирую пойти в форт Нордис и найти там попытаться сапоги, потому что больше я не знаю какие еще пещеры он там мне пометил, то есть где их искать я, может вот здесь, слушайте, в угрюмой. Ну давайте мы все-таки сходим в форт Нордис, обследуем его, и если нет, то скорее всего в угрюмой пещере и будет нас ожидать этот долбанный шлем, ой, то есть сапоги, которые нам надо собрать, вообще не знаю зачем я этим занимаюсь. То есть так, а вот нам туда, кстати, северо-западный телепорт, северо-западный телепорт, не знаю зачем занимаюсь этим, то есть доспехи-то я все равно эти носить не могу, получается. Я надеюсь, Алисия, конечно, оденется в бою, вот сейчас она будет с нами пешком бежать, лишь бы не сдохла нигде. Так, если вы бескорыстно помогаете людям, то можете рассчитывать на взаимность, это вот такой намек здесь тонкий, что проходя местную сюжетку, да и вообще квесты, все-таки желательно отказываться от предлагаемой награды, и что потом это как бы аукнется. Но это на самом деле стандартный ход, ты просишь награду, да, там допустим, тебе дают награду, ты отказываешься от награды, то есть такой всякий благородный парень, да, и тебе, как правило, потом либо еще больше награду дают, чем бы ты попросил, то есть, о, спасибо, ваша скромность там не знает границ, и либо потом тебе кто-нибудь что-нибудь так поможет, там, в трудную минуту. Ну, я предполагаю, что, может быть, здесь будет то же самое примерно, поэтому, да, так, что это за херня, кто-то орал, ну, вот сейчас тогда с Алисией будет просто пешком бежать, не знаю, почему разработчик, опа, 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 сука, кто? Ё, а, во, Алисия тут, слушайте, епицкая ты, так, все, у меня там жопа, все это, я, короче, спать сейчас пойду, а что мне еще делать-то, бля, я нихера не вижу. Так, ну, не Алисия, как бы и не нужна, тогда. Че такое-то со мной произошло, у меня кровотечение есть какое-то, я так понимаю, я контузию схватил только что, контузия, да. Кровь, конечно, не течет, иначе бы я уже сдох, но я не боец в своем состоянии вообще, ну, давайте я дейдер вызову. Слушайте, ну, пизда, мне еще и помог мой... Мне еще и помогли. Так, а от Алисии сейчас толку получается не будет, придется оставить ее дома, что я, наверное, и сделаю. Она не вооружается. Так, сейчас у меня глюк пройдет этот. Минута, я разряю резуректнуто. Е-мое, Алисия. Как вот тебя обновить-то теперь, а? Я надеюсь, прахом у нас ничего из-за этого не пойдет. Да. Ну, иди домой, че, потом встретимся там уже по сюжету. Блин, это, конечно, жопа печальная. А кто мне теперь помогать-то будет? А один должен на доядроте тащить? Да я сдохну так быстро. Так, какой там северо-западный? Ну, че-то... Че-то мне кажется, что ни хера не в форте эти сапоги. Ну, будем надеяться, что именно там. Потому что я уже подустал от этого долбаного квеста. Вот, контузия. Еще одна прикольная вещь. Модификация кассы. Ты реально с контузией драться уже, в принципе, не можешь. Она очень влияет на... На колдовство. А че это там такое? Северо-западное ущелье. Нет, не туда. Контузия очень сильно влияет на колдовство, на магию. То есть, для магов это особенно опасная шляпа. Давайте я, наверное, даже возьму... В руку не лук встряскивает, ржавый. Давайте я его выкину нахер. А я возьму, наверное, посох молнии. Кстати, да, к нему тоже можно привыкать, начать. То есть, посохи, они потом имеют свойство... Так, стрелы тоже снимаем. Посохи имеют свойство накапливать. Вот там он стоит урод. То есть, каждый раз, когда ты используешь посох, он все сильнее и сильнее становится. Может, просто на невидимости проскочить, а? Ладно, будем надеяться, что все обойдется. Вот, и если ты маг там, или стрелок, например, что еще хлеще, то есть, когда у тебя все плывет перед глазами, ты толком не постреляешь. Конечно, можешь пытаться. Но, если поймал контузию, желательно все, идти отсыпаться. Причем не сутки. Там, несколько суток надо, чтобы она прошла. Вообще, друзья, у меня идея возникла, ну, желание такое, сделать полноценный обзор на эту модификацию, на Kia Skill Extender. Потому что, по-моему, такого ничего нету. Вот. Вот. А желание-то у меня появилось, но на это надо гору, конечно, времени. И материалы нужно, видеоматериалы надо много отснять, конкретно по всем аспектам. Начиная от воинских, да, вот этих штук, заканчивая магическими и ассасинскими. То есть, надо это все будет продумать, написать сценарий опять же. Ну, короче, я так же все полноценно сделал, как я делал с героями войны и денег. То есть, кто смотрел обзор, спасибо. Там, там я писал сценарий, потом все это в вас приводил в жизнь, монтировал, там, собирал по кусочкам видоса, это всюду. У меня жесткий диск, я на захламлен был, видеоматериал собирался от разных вообще. Ну, вот он, по-моему, исчез, да, сучка? Ну, покажись уже, что-то. Ты еще попади по ней. Ага, попал. Так, интересно. Там какой-то мужик. Срано, да, как-то лежит. Просто прикол, интересно, или можно как-то добраться, посмотреть. Ладно, не суть. Мы здесь, по-моему, еще не были. Вот, и, как я уже сказал, хотелось бы сделать. То есть, у меня возникло желание, но потом желание, как у меня с героями было, возникло желание, потом это желание стало сильным желанием. И, да, у вас тут целый крысятник. И все-таки решился я потихонечку, по вечерам сидеть, там по часику, по два в день, уделять внимание проекту модификации обзора. И вот довел таки до ума ее, хотя мог бы и раньше, конечно, иногда просто было тупо лень. Уставший с работы, все дела. Слушайте, ну, мне не знаю, здесь не здесь, но локация сама по себе интересна. Сделано, видно, что сделано вручную. То есть, Alex T-Rex, это тот, кто модификацию эту делал, в сказку о потерянном счастье, постарался. И, по-моему, на эту игру, даже на эту модификацию есть патч еще один. Но у меня оригинальная версия, возможно, я ее не патчил, может быть, у меня поэтому косички какие-то возникают. Так, форт, ну, что-то мне странно, но странноватый какой-то форт. Уровни какие-то, блин. Может быть, мы сюда рано пришли все-таки? Тут написано что-то. Очень любо... Ох ты, какой-то чувак. Дель, Дель, ты чего? Записки. Давайте читать записки. Какой-то квест, что ли, нашли скрытый, а? Так, ну, мне сейчас не хотелось бы пока заниматься этим. Люсида, совсем тебе забыла сказать, что в доме Старха я случайно нашла потайную дверь, но пройти не смогла. Старх был дома. Если сможет, то проверю, что-то интересно. Я... Я Люсильдой буду. Люсидой обязательно проверю. Люсида, мне так и не удалось попасть в то хранилище, о котором ты рассказывал. Там двери заперты, а где искать ключей, я не знаю. Хотя, кажется, я догадалась. Погоди, там кто-то идет. Так. По-моему, я рановато сюда приперся. Так, сейчас, секундочку. Ну, собственно говоря, действительно, это не совсем то место, куда нам нужно было. Форт Нордис. По-моему, это что-то типа сокровищницы. И, кажется, там у нас еще должен быть... Ну, будет, наверное, впереди какой-нибудь квест, связанный с этим фортом. Хотя я не уверен. Возможно, никакого квеста не будет. И мы его в дальнейшем сами исследуем. Так, это вот дом Старха, но мы сейчас не туда. А я планирую все-таки сходить вот в эту угрюмую пещеру. Возможно, именно там нас ждут сапоги. Поэтому попробуем сходить туда. И почему я спаузы снял? Потому что в этих-то краях мы еще не были. То есть Южный Телепорт, Южное Ущелье. Тут еще ущелье Мертвецов какой-то. Каньон. То есть, короче, в самую жопу идем. В которой... Не знаю, но в которой мы не были. В этой самой жопе. Так что вот, друзья. Возможно... Ну, ничего не обещаю, конечно. Как желание разгореться в полной мере. То есть, ждите обзор на эту модификацию. Почудейственную на КСЕ. Вот. Долбанная работа, конечно, отнимает очень много времени. Считайте, 12-часовой рабочий день. И когда что потом приходит, еще убитый. Вот. Ну, возможно... Сменю вроде деятельности. Очень надеюсь. И будет потом спокойнее. Вообще, друзья, если желаете как-то поддержать канал, то открывайте описание там под каждым видео. У меня описание, есть реквизиты, куда можно деньгую засунуть. Вот. Либо просто вкладку о канале. Нажмите. Там у меня про канал написано. Что за канал, как я на нем работаю. То есть, что... Он у меня вообще не монетизирован. Я не подключал никаких партнеров. Кстати, какой-то форт, да, тут еще. А на карте он не значится. Вот. Я партнеров никаких не подключал, потому что там начнется вот эта вот херня с авторскими правами. Музыку там отключи, либо тише. Ну, нахрен оно надо. Но атмосфера вся теряется. Поэтому как-то так вот я не сторонник такой жопы. Что там вот ключи, там вырежи. Ну, и нахера это? В чем интерес? А так тебя никто не трогает, и ты можешь показать полностью атмосферу игры. Вот. Поэтому если кто-то захочет вдруг помочь, то пожалуйста, скажу вам большое спасибо. Наверное, может быть, в конце каждого месяца я буду делать отчетное видео. Там кто помог. Отлично, телепорт нашли. Надо будет запомнить его. Так, нам сюда. Вот херово, что мы ночью пошли. Вот. Буду делать отчетные видео какие-нибудь там с благодарностями тем людям, которые прислали какую-никакую монетку. То есть, ну, как бы энтузиазм-то у меня и есть. Мне самому просто нравится этим заниматься, снимать просто так. Тем более, что хоть кто-то смотрит. А так еще и вообще стимул охрененный будет продолжать двигаться, развивать канал. Вот. Все бабло, естественно, пойдет на развитие канала. Потому что, ну, а куда его еще? Конечно, есть куда его еще потратить. Но канал-то да. Канал надо развивать. Поэтому конкретно все пойдет сюда. Какие-нибудь там оформления, я не знаю, реклама. Чтобы как-то побольше популярность набрал там. Ну, в таком русле вообще. В общем. И если будете перечислять вдруг, то я, наверное, даже, может быть, электронную почту оставлю свою в описании. Начну оставлять. А, либо во вкладке о канале контактные данные. То есть, если будете перечислять, то либо, когда перечислять будете, пишите от кого-либо. Никнейм свое, либо просто имя. Ой, там опять эта херня. Страус этот, например, недобитый. Вот. Либо никнейм, либо имя. И чтобы я потом делал... Пополнял список людьми. То есть, вами. И потом видосы делал по благодарностям. Ну, в таком вот ключе. Ну, вот у меня очень скоро должно набраться уже тысяча подписчиков. И я собираюсь сделать какой-нибудь видос. Ну, такой нормальный. По поводу канала. Опять что-то, какие-то итоги подвести там. Сообщить, опять же, об этих реквизитах. То есть... Ну, и что? То есть, ждем тысячи подписчиков. Блин, у тебя в темноту пошел. Мне так не нравится сейчас. По каньону шарахаться. Я не помню, что это за каньон. Давайте я хоть свет включу. У нас свет охрененно светит далеко. Сейчас бьет. Так, ну, возможно, угрюмая пещера. Я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Потому что надо заканчивать уже с этими шмотками. Хотя бы просто полное такое прохождение. Ну, я, да, я стараюсь сделать такое полномасштабное прохождение. То есть, показать как можно больше из этой модификации. Из потерянной сказки. Из потерянного счастья. То есть, ничего не пропустить. Чтобы, если что-то, кто-то знал, как и что проходится. Но я сам уже нихера не помню. Я говорю, я... Однажды как-то играл в нее. Так, а вот это уже беда. Ух ты, ёб твою мать. Там громозека. А это типа грозовой отронах, но он не грозовой. На, в будку. Так. А, это у тебя хрустло. Интересно, как у камешка. Каменный отронах. Чего не так? Это какой у нас сильный. Пока еще сильный, да. Хочу, чтобы он скорее стал божественным. Тогда будет вообще реально. Ну, нереально прикольно. Я потом тоже как-нибудь в обзор этих существ. Градацию их включу. Короче, я там по обзору попробую по максимуму. Тоже выложится, как с ГВД. Ну, насколько это пока позволяет мое мастерство. То есть, в этом-то тоже надо расти, чтобы обзоры делать. Как-то темно здесь. Летучие какие-то. Там еще и ущелья мертвецов. Вообще прикольно. Сейчас на мертвецов там нахапаемся. У меня здесь не было в этих краях еще, да. Но зато сейчас сразу разветочку проведем. Там, кстати, еще какое-то поселение. Гномов. Вот это да. Но, по-моему, туда нам придется идти по квесту какому-то. То ли что-то там какой-то надо будет. Убер-меч. То ли гномам принести. То ли. Кто? Едит. А ты вообще красавец просто, долбоем. Ребят, ну просто слов нет. Ну он, сука, упал именно тогда, когда... Фу, блядь. Упал именно тогда, когда надо бежать. Вот сука-то. Бывает же такое говно. Блин, опять все сначала, да? Ну и... Херня, короче, какая-то. Так, ну что? Дремору сейчас опять вызовем. Вот, к сожалению, бегаем. Мы медленно, и я не могу бафнуться. Весь все мои... Многотысячные... Многотысячные бафы, то есть, которые стоят много-много маны. Там, с несколько сотен, по-моему, маны. У меня же был проклятый амулет. Так, давайте сразу появились. Где там этот камень? А, вот он крутится, вижу. Так, я надеюсь, и на меня только, братан. Отлично. Дрожи! Кусок ман... Давай, давай, помоги. Руби его нахер. Молодец. Видели, как я его откинул своим этим миксом камерным? Так, надо вот здесь сохраниться, потому что что-то я давно не сохранялся. Тут же надо, сука, на каждом шагу сохраняться. Мы же что, играем в PSA? Вот. Он... Само по себе Oblivion не очень стабильная игра. Движок у него такой кривой. Или оптимизация изначально такая, разработчиками была. Ну и, кстати, что Oblivion, да? 2006 года. Что Skyrim, по-моему, потом в 2013 был выпущен. То есть, сколько лет прошло? 7 лет, получается, да? А оптимизация-то такая же самая и осталась. То есть, что Oblivion, что Skyrim могут в любой момент вылететь. Беседка так как-то над движком не поработала. А сейчас вроде бы, кстати, еще... Так, постоим, отдохнем. Вот, где-то совсем он рядом, сука, топчет. Вот он. На. Так, что-то я там говорил про движок. А! Все, отлично, сгорел нахер. О, вот. Сейчас же вроде бы... За шестую часть беседка взялась, если я не ошибаюсь. Шестая часть древних свитков нас скоро ждет. И там... Ну, я хер знаю, что там будет, какой континент теперь. Может быть, эти самые... Доминион Альберский. Как у них там называется-то? Я уже забыл, блин. У Риткардов тоже там пустыня Аликар. А, Саммерсет. Да, у этих Альтмеров Саммерсет. Может быть, на их родине уже будем там. Может быть, войну полномасштабную сделают против этих высоких эльфов. По поводу вот этого вот конкордарта, белого золота. Ну, кто географию там или историю немножко знает, древних свитков, тот в курсе, о чем я говорю. Так, очередное каменное херопутало, да? Ну, не хочу сильно ругаться. Да, действительно. Ты куда? Алло! Нормально он меня бросил, да? Ну, давай, появись уже. Да, вот он. Отлично. Ну, он сейчас уже, блин... Успей его хотя бы ударить. Давай, еще ударь. Ну, ударь разок. Ну, ладно. Сам справился. Хотя бы ударил и уже нормально. Так, че он по времени-то? Ёп! Их там не один, что ли? Нет, одного вижу. Гори, 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 ясно, тварь. Все, готов. Но это еще не все. Ты не нам... А, ну, конечно. Ты куда? Ты куда улетел? Пришлось перевызвать. Так, ну, что-то совсем как у негров в жопе. Даже с моим чудо-светом. О! Ущелье мертвецов. Интересно. А, че за пещера? Ну, мне явно не сюда. Болотная топ-раза. Потому что нам она помечена не была. Нам, наверное, все-таки надо бугрюмой уйти. Давайте я свет включу. Ааа, набухался, что ли? Блядь, нам бежать и бежать еще, на самом деле. Я, конечно, извиняюсь за то, что в моем... Ну, в моих текстах поскальзывают цензурные словечки. Но, че-то... Ребята, если вы бы знали, где я работаю, и с чем я сталкиваюсь постоянно, то, я думаю, вы бы поняли меня. Атмосферка-то у меня похлеще, чем на заводе. Поэтому там уж приходится и самому как-то так. И здесь это сказывается, конечно. Так, горное озеро. Тем временем, которое мне бы... Я не знаю, я его как-то пересечу, наверное. А че, дороги нет нигде? А я могу у него заплыть? Меня не убьет? Наверное, надо... Там вот утопцы, может, всякие здесь могут быть. Хотя утопцев здесь нету. Я правильно плыву? Наверное, правильно. Так, а тут можно и ноги сломать, да? Была она, не была. Держите меня, семеро. Может, вообще я зря прыгнул? Нет, смотрите-ка. Ну, как бы, может быть, конечно... А, он утопится, кстати. Так, у меня очень много зелий лечения есть. Так что надо тратить их потихонечку. А, это не утопится, это... Это медуза, ептить. Медуза какая-то лягушка плавает. Так, ну, какой-то анус мы залезли. Я не знаю вообще. Вон, смотрите. Каменюга. Ну, куда ж ты исчез-то? Бум-бум. Ага, я знаю ваш дальний удар. Читерский. Блин, гримуру моего покалечил. Он не видит нифера. Он ничего не видит, он сейчас драться не будет. Придется перевызвать. Потому что он не боец уже вообще. Аккуратно, держи дистанцию. Все, у меня маны нету, надо помогать. Там еще... Блядь, я своего. Ну, извини! Так. Блин, свет еще как назло пропал. А что, он у него меч выбил, что ли? Да, наверное. Где? Опять? Да чтоб вас всех... Ты понимаешь, что мне твоя помощь нужна? Блядь, какой же ты тронутый. Ну, ты что, тоже? Нет, этот, слава богу. Решил все-таки. А там этот исчез, наверное, медуза. Подожди, а почему? А-а-а-а! Нет, тогда это мы выбрасываем. Я своего нагрел, конечно. Нафиг бы оно надо. Он же по площади бьет. Так, это у нас что такое? Телепорт, каньон. Пошли телепорт найдем. Блин, там эта медуза долбанная. Где-то за нами. А вот еще одна медуза. На! Пещерный болевок. Видите, привычка там всякая херня. Если что, у меня камни душ есть, я, в принципе, смогу подзарядить. Какой шустрый. Опа-на! Я слышу. Громозека где-то идет. Блин, адреналин включился еще. А-а-а! Как все медленно. Вот он. Да ну, он меня вырубит с удара. Спасибо большое, братан. Но там, видишь, еще... Все, началось. Души появляются. Давай, давай, давай. Ура! Так, что я думаю, друзья? Я думаю, надо добраться любыми средствами и силами нам. До этого долбанного телепорта хотя бы пометить его. И что? Уебин забитый пристань. Отсюда. Так, секунду. Посмотрим, насколько времени мы уже играем. И, блядь, посоветую, что время-то у нас еще вроде бы как есть. Может быть, мы и до пещеры. Давай ползем. Вообще-то в этой серии я планировал уже закончить этот долбанный квест по сбору брони. Затянулся он у нас основательно, серии на 4, наверное, уже. Вот. И приступить уже к квестам непосредственно здешним, то есть официальным таким. Это же не официальный, так понял, квест. Ты хочешь, собираешь, хочешь, не собираешь. Тебе просто пометили места. Вот. И, пожалуйста. Отлично. А вот он телепорт. И, пожалуйста, иди. Собирай. Но я все-таки решил собрать, чтобы показать. Мы потом, впоследствии, наденем эту броню. Все на себя. Посмотрим, что она даст. Ну, конечно, наденем ее буквально на секунду, потому что она с нас упадет сразу. Да, твою мать. Ну, как ты мог упасть в это говно? Так, что там до пещеры нам еще, как до Пекина, да? Ну, каньон. Ну, каньон, ночь. Я вообще молодец, конечно. Я бы в одиночку в реале никогда бы сюда не пошел. Вот. Вот реально никогда бы не пошел. Ну, это же игра. Тут можно сейф лат и все. И все хорошо. Ну, у нас же персонаж-герой. Крутой. Поэтому ему не страшно. Сейчас вот он сохранится только. Чтобы на случай смерти опять воскреснуть. Кстати, что, реинкарнация? Офигли. В действии, как бы. Только в ускоренном виде. Ну, это, конечно, для тех, кто верит в эту реинкарнацию самую. Так. Слушай, вот ты, дружище, мне совсем здесь нахер не нужен. Блин, он под водой плывет. Нахера ты, сука, зубастая пиранья. Вот просто. Вот он. А, на него не действует, прикинь что. Дримора. Не действует на него эта херота. Давай-ка ты. У тебя там нож, я смотрю, какой-то отравленный. Не в меня. Сука, тупой пидор. Да ебись ты конем. Да что ж такое творится-то, блядь. Я ничего не понимаю. Че у меня с силой воли? 120 сила воли. Какого хера? Это жесть. Это жесть, пацаны. Я еще и упал. Ну, он сейчас меня кончит. Да и все, нахуй. Нет! Сука, с вертушки пидор воткнул меня. Ну, что за говно творится? Кстати, игра перестала вылетать. Я что-то не понимаю. Три раза подряд. Три раза, блядь, подряд. Меня это говно вырубает. Ну, что такое, нахуй? Слов нету просто. Из-за тебя, сука, лягушка. Ты паскудная. Может быть, тоже потому что... Ну, не в меня, сука. Ты ебаный пидор, блядь. Тухлый. Ёб твою мать. Посмотри, что это ластоногая хуйта делает. Ну, что? Ну, что? Скажи, кого ты бьешь. Сражайся. По-моему, у меня. Нет. Я ничего не понял. Извините, пожалуйста. Семь раз за... Ну, наконец-то. Ну, что? Да, наконец-то. Ну, спасибо тебе. Неужели ты за меня? Что за... Твою мать. Давайте кровью выпьем. Потихонечку восстановится у нас все. Ну, вот как так можно? Может быть... На это, кстати, вполне вероятно так же влияет запас сил, который у меня постоянно отнимается. Что там опять происходит? С кем ты опять подрался? Тут какое-то... А, это этот... Душа этого говна. Ну, давай. Иди нахер. Бух, потух, да? Отлично. Все, нормально. Молодец. Так, ну что, добираемся до этой самой пещеры. Я не знаю уже. И хватаем последние сапоги. Я все-таки надеюсь, что именно здесь эти сапоги находятся. Потому что посмотреть в интернете негде. По-моему, гайдов нигде нету по этой игре. Ну, именно по модификации. Все, я пещеру нашел. Еб твою мать. Это что? А, вот он. Помогите! Еб твою мать. Тут... Тут целая... Так, мне надо что-то делать. Мне надо куда-то... Вот так вот. Все. Все. Воюй, братан. Я тебе помогу. Блядь, по-своему попал. Держись! А, на них же не действует. Да. Ломай, ломай его! И сам в космос куда-то улетел. Так, а там еще вот эта вот херота, видите? Душа вышла. Не я? Отлично, не я. Разреши проблему. Ты смотри, не расслабляйся. Там второй сейчас вылезет. Да, он вылез. Вот он. Хорошо, что из этих каменных говнешек никто не вылазит. Все, ребята, отлично. Идем в эту самую долбанную, угрюмую пещеру. Фу, сохраняемся. А если вы не знаете, что делать дальше, мы будем подождать денек. Решение само вас найдет. Ну да. Где? А, во. Так, Дримора, кстати, не со мной. А тут кто-то был. Были люди. Я так понимаю, вон черепушка-то. Человека. Очень просто. Не, ну это нам по силам. Ух ты, какая она. О, дверь-то старенькая. И опять это говно тут. Смотрите, что. Опять тут это говно. Так, давайте-ка я его попробую подстрелить, пока он еще не чухнул. Надо что-то такое. Так, стрела очищения. Урон огнем. Давай, я огнем. Че ты, сука, ты почувствовал что ли, а? Так, ну тут я без напарника совсем никак. Ёб твою мать. Ты не разозлился? Спасибо. О. Это че такое? Нет, и мениск. Он не отдал. Дай мне свой мениск. Так, короче, ничего хорошего тут нету, сами можете видеть. Опять здесь эти вампиры, ублюдки и прочее дерьмо. Так. Мне бы здесь хотя бы кроватку какую-нибудь дали. Так. Где-де-де-де-де? Unlock, unlock, unlock. Сложный замок, я не справлюсь. 85, да? Отлично. У меня, кстати, я отмечу это всего. Ну, блин, стоило тратиться. О, тут газом воняет. Смотрите, там какой-то уебок. Давайте-ка мы его застрелим. Песик. Песик загорелся. Плачь. Нет, я, пожалуй, наверное, эти стрелы пока уберу. Вот, замораживание постреляю. Красава. Жалко тут, как в Скайриме, не убирается обратно в колчан. О, стрелы. Надо выстреливать и отпускать. Ладно, так. Так, позвонили. Ладно, друзья, что, предлагаю на этом серию закончить. Если она вам понравилась, то ставьте лайки. На канал подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии по поводу того, что я зашел сюда именно ночью. И что сейчас вот эти собаки на нас будут повторно агриться. Да. Вот, собственно говоря, что. Обдумайте еще раз, что-то я вам про видео сказал. Там, типа, про помощь, все дела. Но я это не попрошайничество, конечно, ни в коем случае. Просто чтобы. Ну, просто чтобы. Чего я смотрю. Ребята что-то стримят, там мутят. Там еще одна собака, блядь. Стримы мутят. Я, кстати, возможно, потом. Если все-таки мне удастся сменить роль длительности, я, ну, свободного времени будет побольше. Я, наверное, тоже на стримы переключусь потом со временем. То есть в прямом эфире будем вместе с вами общаться. Ну, когда народу тоже побольше будет. Сейчас-то смысла нет. Видосы смотрят совсем мало людей. Ну, и ладно. Короче, в таком разрезе пока все происходит. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки на канал, подписывайтесь, комментируйте. И всем пока. Всего хорошего.